Президент Беларуси Александр Лукашенко по-прежнему сохраняет возможность добровольного ухода с поста главы государства, пишет корреспондент новой газеты в Минске Ирина Халиб в своем материале, который публикован на сайте издания. «Все надеются на силовиков, наверное, но и у них могут не выдержать нервы», — рассуждает журналистка. Она напомнила о словах Лукашенко об участии Эмму Малира Хамонова, нынешнего президента Таджикистана, в событиях гражданской войны в республике в первой половине 90-х. Только память у него девичья, короткая. Про Рахмона помнит, а про Николая Чаушеску почему-то забыл, заключила Халиб. В Беларуси сейчас идет президентская гонка, выборы главы государства назначены на 9 августа. Большинство соперников Лукашенко, объявившего о планах баллотироваться на шестой срок, задержаны. Среди них наиболее популярные в стране претенденты на высший государственный пост, банкир Виктор Бабарико и блогер Сергей Тихановский. В Минске и крупных белорусских городах проходят мирные акции протеста, сопровождающиеся задержаниями демонстрантов. Согласно расчетам аналитиков, переизбрание Лукашенко поддерживает всего 3,8% активных белорусских пользователей сети, то есть 263 тысячи человек. 62% или 4,3 миллиона человек считают, что политик, бессменно занимающий пост президента с 1994 года, должен оставить власть. По данным белорусских социологов, уровень доверия Лукашенко среди жителей Минска составляет 24%. Николай Чаушеску, первый президент социалистической Румынии, почти четверть века был фактическим руководителем румынского государства. Правление Чаушеску, во время которого его в частности восхваляли как отца Родины, окончилось государственным переворотом в декабре 1989 года. Он был схвачен солдатами, расстрелян вместе с женой по приговору военного трибунала. Судьи обвинили Чаушеску в причастности к гибели более 60 тысяч румын и присвоении собственности на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов. Однако сам бессменный лидер Беларуси видит ситуацию в совершенно другом свете. Так президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желающих вернуть страну под плетку и одеть в лапти. Выступая на открытии мемориального комплекса на месте с сожженной нацистскими оккупантами деревни Ола, Лукашенко сказал, что никогда не думал, что в мирной и независимой Беларуси снова придется говорить о необходимости отстаивать суверенитет. По его словам, вокруг много людей, которые будут стараться влезть в дела Беларуси из-за зависти и потому, что им не нравится беларусский народ, который проводит независимый курс. «Мы никому не должны позволить в очередной раз вернуть нас под плетку и одеть в лапти», заявил Лукашенко и призвал граждан не расслабляться. «Не расслабляйтесь. Помните, что вокруг еще столько много людей, которые из зависти, из-за того, что им не нравится наш народ, потому что мы говорим о своей независимости, проводим свой независимый курс, будут стараться обязательно влезть в наши дела», заявил беларусский лидер. Ранее Лукашенко говорил о попытках устроить в Беларуси Майдан, и сломать страну. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.